Добрый день, а сегодня поговорим про модуль LTC1966. Данный модуль предназначен для конвертации RMS в DC. И в основном он используется с инеинвазивными датчиками переменного тока. Давайте рассмотрим, как он работает. На самом модуле мы разместили сам чип LTC1966, обвязку согласно Таташита 3,5 мм, джек для более легкого подключения датчика и выходная гребенка. Теперь что касается самих датчиков. Относительно этих синеньких датчиков было уже видео. Его можно посмотреть и по аналогии подключать также и другие датчики. Но в предыдущем видео мы использовали Arduino, куча обвязки и программный код, что не давало очень хорошей точности. Поэтому был использован данный модуль. Где можно применить данный модуль? Данный модуль я буду применять в системе мониторинга электроэнергии. Все помнят вот этот старенький мой блочок. Который основывался на ESP. И я точно так же делал обвязку и программно он высчитывал у меня потребление электроэнергии. Но он не был настолько точен. Теперь что касается входных параметров. Входной параметр от пика до пика у нас получается не более 1 вольта. Поэтому датчики, которые представляют собой 30 ампер на 1 вольт, то есть при показании 1 вольт, у нас, точнее при прохождении 30 ампер, у нас будет от пика до пика синусоида в 1 вольт. То есть этот датчик более точен. Он уже идет с резистором внутри. К этому же датчику надо делать подсчет резистора. И также сообщу в предыдущем видео. Есть описание как это делается. И я также оставлю ссылку на сайт Open Monitoring. Хорошие ребята с Великобритании. Которые и разработали софтвайер библиотеки, чтобы снимать показания с данных датчиков. И давайте проверим как он работает. Для этого мы будем использовать MCP3425. И что касается подключения. Подключение питания и земля. Можно его подключать как 3,3 вольта, так и 5 вольт. И В исходящее. В-out это у нас от 0 до 1 вольт. Подключаем и смотрим. Открываем наш стереломонитор и видим уже так называемые показатели. Наше значение у нас сейчас 4 ампера. Точнее 0,4 ампера. Лампочки потребляют по 0,1 ампера каждая. Это лампы освещения моего рабочего стола. Выключаем его. И как видим показатели ушли в 0. На самом деле там только светодиодик, который вообще ничего не ест. Именно от переноски. Включаем и опять видим 0,4 ампера. Таким образом данное решение будет намного точнее, чем софтверное решение на Ардуине или на ESP. И более просто в эксплуатации. Если есть какие-то вопросы, пишите об этом в комментарии. Если понравилось видео и хотите поддержать канал, ставьте лайки. И до встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok